Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Дубынин Вячеслав Альбертович, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных Биологического факультета Московского государственного университета. Окончил биофак МГУ в 1978 году. Окончив аспирантуру «Альма-Матер», в 1987 году защитил диссертацию в области электроэнцефалографии человека. Докторская диссертация Вячеслава Дубынина была посвящена влиянию на нервную систему экспериментальных животных, опиоидоподобных фрагментов казинов молока, в том числе их воздействие на тревожность, способность к обучению, материнско-детские отношения. В этой работе были разработаны экспериментальные модели материнской депрессии и расстройств аутистического спектра. Профессор Дубынин – автор более ста научных статей, двух научных монографий, учебников и учебных пособий для средней и высшей школы. Вячеслав Альбертович – активный популяризатор нейробиологии. Профессор Дубынин вновь в студии «Медицины в контексте», чему мы очень рады. Здравствуйте, Вячеслав Альбертович. А начну я с новости, точнее с результатов исследования, которые были опубликованы буквально в начале января, меньше месяца назад, в журнале Королевского общества, «Биологи леттерст», британские журналы, зоологами из Санкт-Петербургского университета, которые много лет занимаются темой определенной, и вот сейчас она вышла на новый уровень. Авторы установили, что держать ребенка с левой стороны предпочитают не только матери, да, с левой, не только матери человеческие, но и, по их мнению, практически все млекопитающие. Они обслевывали больше ста видов, и даже такие млекопитающие, вот это новые данные, как моржи, летучие лисицы, крыланы, вот они предпочитают держать детеныша с левой стороны. Про матерей человеческих было известно давно, и считалось, ну, причины этому приписывались социальные, что удобнее так правой рукой что-то делать, а потом подумали, что, может быть, это свойство приматов такое, потому что у них конечности передние развиты, и им так удобнее. Но все оказалось не так просто, все, по мнению вот этих авторов из Санкт-Петербургского университета, имеет глубокие эволюционные корни, и дело не только в матери, но и в ребенке. Это такое сформировавшееся в ходе эволюции тандемное такое вот поведение, тандемная такая особенность поведения. Вот что пишет автор Андрей Егелев, все дело в правом полушарии, обрабатывающем информацию от левого глаза. Оно задействовано распознаванием социально значимых образов, именно оно доминирует в процессе обработки информации о матери. Социально значимый объект для ребенка первый, номер один, это мать, и так же, как и для матери ребенок. То есть они друг на друга смотрят левым глазом. А правое полушарие, как я понимаю, еще и оперативно, быстрее лево обрабатывает информацию, и это позволяет, видимо, как-то оперативно оценивать ситуацию. В плане угрозы, не угрозы, да. В общем, это было неизвестное. Но вот этот же механизм мы увидели у моржей и крыланов, они тоже проявляют левостороннее предпочтение, говорит Андрей Егелев. Вот такая вот вещь, мозг, дети и родители, тема сегодняшней нашей программы. Но вы представите широкий спектр физиологических и биохимических данных о детско-родительских взаимоотношениях. Пожалуйста. Ну вот то, о чем вы сейчас сказали, действительно очень интересно, потому что обычно про правое и левое полушария говорят в отношении каких-то тонких движений. Вот я помню, мы у Николая Дроздова в «Мире животных» обсуждали, что попугаи, да, они все либо правши, либо левши. Вот большой ара, да, вот он держит определенные лапы, да. А вот цапля, например, когда спит на одной ноге, у нее нет доминирующей лапы. То есть обычно вот какие-то правшества, левшества связывают с движением. А здесь явно такой эмоциональный компонент формирования взаимосвязи, потому что мама и ребенок – единая система, в том числе на уровне привязанности тех эмоций, которые они испытывают. И очень важно, чтобы прямо вот с первых часов жизни все это работало. Очень интересные данные. Конечно, интересно посмотреть, как это у людей правшие и левшие. И очень интересно посмотреть не в европейских цивилизациях, а вот в восточных, там где тональные языки, у них вот в Японии, в Китае, там у них доминантность полушарий довольно другая. И, конечно, интересно, как там китайские-то матери своих владельцев держат. Вот это интересно. У нас профессор Александров рассказывал про разные кросс-культурные, именно на уровне нейрофизиологии, различия. Вот интересно бы тоже его вовлечь в эту дискуссию. Да, богатая тема. Да, пожалуйста, начинайте, Слава Альбертович, вам слово теперь. Спасибо, что пригласили, во-первых. И, собственно, история, которую я сегодня буду рассказывать, она имеет больше, более прямое отношение к моим личным научным исследованиям и работам нашей лаборатории, нашей кафедры, изучения материнско-детского взаимодействия и тех веществ, тех пептидных, прежде всего, соединений, которые влияют на данную сферу. Ну, а вообще материнско-детское или шире детско-родительское взаимодействие, оно относится к области биологических потребностей. То есть, совершенно такой отдельный кусок работы мозга. То есть, мы когда смотрим на разные процессы, которые идут в мозге, в психике, мы выделяем процессы памяти, сенсорные, двигательные. И совершенно отдельная сфера – это сфера потребностей. То есть, тех программ, которые вставлены в наш мозг и, по сути, подталкивают нас реализовать ту или иную деятельность. И в этой сфере потребностей, конечно, самую глубокую часть занимают биологические потребности, которые генетически заданы, за ними вполне определенные глубинные нервные структуры. Ну, и, собственно, мы так организованы, что мы просто обязаны удовлетворять потребности биологические те или иные. Если мы их удовлетворяем, то мы испытываем положительные эмоции и на фоне этих эмоций, собственно, учимся. То есть, положительные эмоции – это основа, на которой идет обучение. А если не удалось удовлетворить, то мы испытываем отрицательные эмоции. И, соответственно, на фоне этих эмоций, те программы, которые к успеху не привели, они тормозятся. То есть, то, что еще Иван Петрович Павлов называл условным торможением. Ну, и, собственно, сейчас мы чаще используем понятие биологические потребности. А если взять Павловскую школу, то это, по сути, группы безусловных рефлексов. То есть, в принципе, терминов-то физиологи, медики и психологи придумали очень много. И часто одно и то же явление описывается разными словами. Поэтому биологические потребности, безусловные рефлексы, или, например, бессознательная сфера, термин, который Зигмунд Фрейд ввел, это, в общем, по большому счету, правда. Одно и то же, да. Ну, не совсем совпадает. То есть, программы на реализацию потребностей, на получение удовлетворения насущных. Да. И эти программы, они эволюционно, генетически сформированы, сделаны. И, как бы, обойти их, ну, совершенно невозможно. Соответственно, существуют классификации биологических потребностей. Есть психологические классификации, скажем, классификация Маслоу. Мне, как физиологу, наиболее симпатичная классификация, которую в свое время предложил академик Павел Васильевич Симонов. И, собственно, он предложил разделить биологические потребности на три группы. Витальные, зоосоциальные и саморазвитие. Ну, здесь, конечно, уместно сказать хотя бы пару слов о академике Симонове, потому что это очень такая важная личность в истории советской отечественной физиологии. Человек, который достаточно долгое время заведовал институтом нейрофизиологии и высшей нервной деятельности. И очень интересно работал. Когда я был студентом, он нам читал несколько лекций, поэтому я хотя бы... Но он на психологии, он... Отчасти, да. Да, он, собственно, всю жизнь работал на стыке физиологии и психологии. И начинал вообще... Его кандидатская посвящена тому, как актер по системе Станиславского вживается в образ, и что у него там с физиологией происходит. И появилась у него дочь актриса. Ну, кстати, да, да и сын у него тоже. Да и сын тоже, да. Кстати, было бы очень интересно сделать передачу, собрать бы их вдвоем, и пусть бы они про папу повспоминали. Мне кажется, это жутко интересно. А еще привлечь наших физиологов, особенно те, которые продолжают работать в институте нейрофизиологии, мне кажется, это очень... На психологии его помнят до тех пор. Богатый, конечно, его информационная теория эмоций, она вошла во все учебники. А биологи очень часто используют вот эту классификацию. И, собственно, в отличие от классификации, которую придумывают философы или психологи, здесь все базируется на реальной нейрофизиологии. Если уже выделяется какая-то потребность, то мы знаем, где находятся ее нейроны, соответствующие нейроны, на какие там гормоны они реагируют. В последние годы мы все больше знаем, какие гены отвечают за проявление той или иной потребности. Ну, в общем, все это вполне материально, можно потрогать, изучать и все такое прочее. Значит, вот это разделение на три группы, собственно, оно, понятно, не случайно. Витальные потребности – это потребности, которые Симонов определил как жизненно важные, жизненно необходимые. Ну, слово «вита» – жизнь. И если эти потребности не удовлетворяются, то организм рано или поздно погибает. Ну, есть пить, в первую очередь. Да, есть пить, оборазительное поведение, сон, дыхание, работа сердца. Ну, то, что называется гомеостаз. Груминг, то есть уход за телом. Вторая группа потребностей – это потребности саморазвития. Значит, Симонов их определил как потребности, направленные в будущее. То есть, вот здесь и сейчас их польза не очень очевидна, но через некоторое время… Но если я сейчас не научусь, то потом будет плохо. Станет понятно, да. Ну, здесь речь даже еще не об обучении идет, а, скажем, о сборе новой информации. То есть, любопытство. Или, например, о подражании. То есть, я подражаю родителю, или я подражаю, скажем, вожарку стаи. То есть, я не очень понимаю, зачем это нужно, но если они так делают, то и я так буду делать. Наверное, это будет правильно. Симонов туда же отнес Павловский рефлекс свободы. То есть, программы, направленные на то, чтобы преодолевать ограничения в свободе передвижений, выйти из клетки, оборвать привязь. Павлов в свое время, в 20-е годы, написал такую статью, и она, в общем, очень-очень известна. Ну и вот и третья группа потребностей – зоосоциальные или просто социальные. Они регламентируют взаимодействие организмов между собой, организмов одного вида. Ну да, и социальные, в общем-то, животные. Не одиночек. Да, ну как совсем-то одно животное не существует, но бывают животные, которые, скажем, одиночки. Вот тигры, например, у каждого своя территория. Но все равно на границах территории они взаимодействуют. Внутри своего вида. Да, и, соответственно, есть понятие территориального поведения. Если это стая, где выстраивается иерархия, то будет взаимоотношение лидеров и подчиненных. Очень много сейчас работ по зеркальным нейронам, которые организуют наши сопереживания, то есть сострадания и сорадования, то есть делимся эмоциями. И, конечно, совершенно особая сфера – это сфера, связанная с размножением и с воспроизводством. И сюда попадает половое поведение и вот как раз детско-родительское взаимодействие. И каждую из этих программ, конечно, очень отдельно изучают. И действительно есть нейроны, есть нейросети, которые за это отвечают. Есть генетическая основа, гормональная основа. И все это очень важно и интересно и с фундаментальной эволюционной точки зрения. И с точки зрения нарушений. Потому что любая из этих потребностей, если она плохо себя проявляет, слабо, то ясно, что поведение уже не совсем нормальное. А гиперманифестация ведет к психотическим нарушениям, к маниакальным порой расстройствам. Тоже нехорошо. Должна быть некая золотая середина. И любая из этих программ может так съехать, что вот будет патология. Гиперманифестированный груминг. И человек чувствует, что у него грязные руки, бесконечно их умоет, смывает кожу до костей. Ну и в общем тут масса разных проблем. И в том числе и детско-родительское взаимодействие способно нарушаться. Существует материнская депрессия, аутистические проявления. Все это из одной сферы. И физиологам здесь есть где развернуться. Но и в частности взаимодействовать с медиками. Какие нервные центры отвечают за биологические потребности, в частности за детско-родительское взаимодействие? Ну, собственно, здесь две главных таких совокупности. Это зоны гипоталамуса и ряд структур базальных ганглиев. Ну и стало быть, гипоталамус – это нижняя часть промежуточного мозга. И здесь мы обнаруживаем центры голода, жажды, страха, агрессии. Но это самая древняя, да? Есть, конечно, более древняя зона, спинной мозг. И когда мы отдергиваем руку от горячей сковородки, это тоже оборонительное поведение и потребность безопасности. Или в среднем мозге ориентировочный рефлекс какой-нибудь. Или в продолговатом дыхании. Но, в принципе, если говорить о сложных программах, то гипоталамус, пожалуй, совсем такой действительно древний. Голод, жажда и половое поведение, детско-родительское взаимодействие – это передний гипоталамус. И там, соответственно, находятся нейроны, за которые цепляются все эти программы, связанные с воспроизводством. И вторая группа структур, которые очень мощно связаны с потребностями и с теми эмоциями, положительными и отрицательными, которые возникают, если потребности удовлетворяются или не удовлетворяются, – это базальные ганглии. Но то, что большие полушария покрыты корой, про это, конечно, все знают. А вот то, что в глубине есть серое вещество, его довольно много – базальные ганглии. Но это как бы такой менее известный факт. Хотя базальные ганглии большие, там много нервных клеток. Но львиная доля базальных ганглиев занимается движениями и работает вместе с мышечком. Это отдельная история, скажем, паркинсонизм, хории всяческие. Но так процентов 20 нейронов базальных ганглиев, они работают вместе с гипоталамусом в сфере потребности, мотивации, эмоций. И это миндалина, структура, которая находится в глубине височной доли. Вот она тут на поперечном срезе показана. И так называемый нуклеусокумбинс по латыни, а по-русски еще сложнее – прилежащее ядро прозрачной перегородки. Эта зона, стало быть, находится примерно вот в этом месте, там в глубине полушария. Ну и является важнейшим центром, в частности, генерации положительных эмоций и радости при успешной реализации и удовлетворении самых разных потребностей. Дальше, когда мы уже берем конкретный центр, конкретные потребности, действительно, активность его нервных клеток и вероятность того, что эта потребность на уровне поведения будет себя так правильно проявлять, зависит от гормонов. От того, что считывают из внешней среды сенсорные системы, от того, что идет из внутренней среды. Ну, скажем, голод – это и запах пищи, и гормоны вроде лептина, и, например, сигнал от пустого желудка. То есть, все это соединяется, интегрируется и влияет на конечную манифестацию той или иной потребности. И это, конечно, относится и к родительскому поведению, к детскому поведению. А еще, конечно, надо учитывать гены, то есть, генетические факторы, а еще эпигенетические факторы, а еще индивидуальный опыт, импринтинг. В итоге получается порой очень сложный такой конгломерат разных факторов. И это хорошо и правильно, потому что если вдруг с какими-то факторами чего-то не так, то другие компенсируют эффективно, потому что биологическая потребность – такая штука, которая должна обязательно работать. И должен быть запас прочности. И вот в случае, опять же, скажем, родительского поведения это очень хорошо сделано, потому что это основа вообще всякого сложного биологического вида. Да, существования его вообще. Потому что эволюция, она, конечно, не сразу находит серьезное родительское поведение. То есть, очень долго, там, не знаю, выметал икру и поплыл дальше. Но в какой-то момент оказывается, что родительская забота гораздо эффективнее сохраняет потомство. А значит, вы гораздо эффективнее передаете свои гены. Ну и как бы это здорово закрепляется. А когда появляются теплокровные, там вообще никак. Без родительской заботы теплокровный детеныш не выживет. И это, конечно, очень-очень важная сфера. Поэтому она действительно очень-то крепко сбита. И мама и детеныш образуют единый такой нервно-эндокринный комплекс, потому что их взаимодействие и на уровне визуальном, и на уровне запахов тактильных, прикосновения, формируют такую сложную стабильную систему, когда работает довольно много разных медиаторов, выделяются соответствующие гормоны, скажем, окситоцин, пролактин. И все это соединяет их вместе, дает положительные эмоции от этого взаимодействия. И на фоне, опять же, этих положительных эмоций идет обучение. И мама все более эффективно заботится о детенышах. Это, кстати, очень заметно. Первые роды, вторые роды, третьи роды, особенно у животных. Ну, а детеныш, он, соответственно, подстраивает свои реакции под маму. И, в частности, начинают работать вот эти зеркальные нейроны, подражание двигательное. И идет вот эта передача навыков за счет того, что я имитирую твое поведение. И это все очень эффективно и, опять-таки, очень значимо. Ну, соответственно, конечно, сфера детско-родительского взаимодействия, она для человека ужасно важна. И она многократно освещена нашей культурой, религией, философией. Ну, вот как-то за последние лет, наверное, 20, бывая в разных музеях мира, я вот сделал все эти фотографии. И здесь и древние греки, и индейцы майя, и, конечно, христианские изображения, и современные какие-то скульптуры, или там живопись, графика. Вот все это говорит о том, насколько данная сфера важна, и насколько мама и ребенок вместе. И именно вот это совместное функционирование дает конечный эффект, когда, в конце концов, развивается и организм ребенка, и его мозг, и оказывается более адаптирован. Ну, и на самом деле, если так по-серьезному, то, конечно, не только маму надо сюда добавить, а еще и папу, потому что мы существа с так называемой bi-parental care, то есть когда оба родителя заботятся о детенышах, что на самом деле не очень банально, потому что в большинстве случаев все-таки это вот как бы на плечах женских, или, если угодно, да, самка в основном заботится о детенышах, а самцы привлекаются далеко не всегда. Но мы homo sapiens, ну, в этом смысле совершенно однозначно, существа, где и мама, и папа, соответственно, вовлечены в этот процесс. Для того, чтобы изучать механизмы детско-родительского взаимодействия, конечно, мы физиологи используем животные модели, ну, и, соответственно, в основном, конечно, белые крысы нам помогают, то есть, в принципе, мама-крыса довольно здорово и эффективно заботится о детенышах, и существуют методики поведенческие, которые позволяют родительскую мотивацию оценивать, ну, и дальше изучать и, собственно, то, какие отделы мозга вовлечены, и какие гормоны, и какие гены, и, опять же, моделировать различные нарушения, ну, прежде всего, материнскую депрессию. И дальше искать пути коррекции вот таких вот нарушений, что, конечно, очень важно. Но, собственно, если смотреть на то, как мама-крыса ухаживает за детенышами, тут, в общем, довольно богатый арсенал. И помимо кормления и груминга, то есть, ухода, вылизывания, вот, это еще и, скажем, строительство гнезда, и, значит, материнская агрессия, защита детенышей. Ну, в общем, мозг мамы-крысы, он должен достаточно так мощно быть вовлечен в разное поведение. Ну, кстати, тот же самый уход за детенышами очень не банален у крысы, потому что крысенок, извините, без маминого вылизывания пописать и покакать не может. То есть, в отличие от человеческого детеныша, нужно интенсивно массировать животик. И только тогда все получается. И мама-крыса берет каждого из своих десятерых этих самых детенышей и все это проделает. Хорошо человеку не нужно было бы. Да. Не нужно. А нужно было бы, вылизывали бы, никуда не делись. Это же святое, да. И были бы картины, где-то мама вылизывает младенца, и как бы все было бы замечательно. В норме популяционной, да. Тут уж как это. А это она помечена просто, да, красная? Да, это наши индивидуальные метки, потому что мы же проводим эксперименты часто длинные. И когда, ну вот представьте себе, да, вот у нас мама-крыса родила детенышей, мы посмотрели их поведение, а потом эти детеныши выросли, и она сама стала мамой. И как она ухаживает за детенышами. То есть, иногда удается 2-3 поколения проследить и посмотреть, например, те же эпигенетические факторы. Как стресс в младенчестве повлияет на будущее материнское поведение, а потом уже на внуков, да. То есть, это же все жутко интересно. Значит, как вообще работают с этим биологи? Можно наблюдать за поведением материнским в природе. Ну, это зоологи, этологи, там сидишь в штормовке, там в сапогах, в кустах, и смотришь, как бобры строят хатку и вообще. Значит, второй вариант – это лабораторные животные, и вот там, скажем, мама-крыса в домашней клетке, там в опилочках, все это. И тоже вы сидите, наблюдаете, или там пишете видеозапись, потом ее анализируете. Но это на самом деле довольно такой экстенсивный вариант, потому что куча времени уходит. Ну, кстати, психология тоже с этого начиналась, да, психологи так уходили в другую комнату и подсматривали в дырку. А потом дошло, что, а зачем так долго ожидать нужной реакции, если вы можете создать искусственные условия, придумать тест, где, собственно, вот раз и там какая-нибудь агрессия или то же самое материнское поведение или детское будет в явной форме проявляться. И вот такие же наборы тестов, они существуют и в отношении лабораторных животных. То есть, не обязательно ждать и смотреть, как долго или как часто мама переносит детенышей. Давайте создадим искусственные условия, которые будут провоцировать эту реакцию, и мы будем, собственно, оценивать интенсивность этой реакции. То есть, берется мама-крыса и помещается в такое, так называемое, открытое поле, то есть, арена диаметром около метра, окруженная стенкой, и мама-крыса сначала, значит, исследует эту территорию пару минут, а потом в центр поле ставится чашка Петри, где три ее младенца. Ну, и как бы дети, лежащие посередине открытого пространства, это непорядок, и мама начинает тут же к ним подходить, обнюхивать и в основном переносить под стеночку. То есть, все-таки побезопаснее, какое-никакое укрытие. И вот эти вот реакции, как быстро подошла, сколько раз перенесла, насколько, значит, это все быстро, медленно перемежается ли это какие-нибудь реакциями страха, затаивания, все это можно оценить. Причем, ну, собственно, мы сами придумали этот метод, это уже достаточно давно, его многократно опробировали. Для этого надо писать специальные статьи, доказывать все статистически, что это работает. Ну, и в частности, вот, например, при красном свете, и то же самое можно сделать при ярком свете. Ну, и казалось бы, мама-крыса должна пугаться и меньше подходить детенышам, а вот и нет. Она быстрее к ним подходит. Просто быстрее. Да, потому что материнское поведение, оно настолько значимо, настолько доминирует, что даже опасность, она добавляет туда энергии. И наоборот, поведение становится более интенсивным. Ну, это, собственно, мы и у человека видим. Ну, то есть, не о себе, а вот и нет. Да, да, и всегда это очень важно увидеть на лабораторных животных, потому что дальше, опять же, вы можете смотреть механизмы. Вот такую методику мы используем, ну, и, собственно, тестируем разные препараты. Ну, и не мы одни, конечно, потому что в мире достаточно много работ, которые, опять же, показывают, где в крысином мозге находятся центры родительского поведения. Ну, и, собственно, вот он, передний гипоталамус, и к нему присоединяется тот самый нуклеус аккумбинс, то есть, прилежащее ядро прозрачной перегородки, который дает положительные эмоции, когда материнское поведение реализуется. И важную роль играет покрышка среднего мозга, так называемая вентральная тигментальная область, ВТА, зона, которая выделяет дофамин, и дофамин – ключевой медиатор положительных эмоций. Эмоции, эмоции, в основном, связанных с активной какой-то деятельностью. Ну, а уход за детенышем – это, в общем, как правило, достаточно активная деятельность. Вот эти факторы, вернее, эти нервные структуры обеспечивают материнское поведение. Ну, а, например, с точки зрения гормонов, здесь, конечно, пролактин, окситоцин, эстрогены, прогестерон. Причем, вот пролактин и окситоцин, они явно первое место занимают. Вот, и, собственно, на их фоне идет активация, прежде всего, переднего гипоталамуса, и передний гипоталамус начинает, собственно, реализовать материнское поведение. Потому что, на самом деле, запуск материнского поведения – это очень серьезное переформатирование мозга. Ну, представьте себе, да, вот та же самая мама крыса, вот жила она себе, жила, да, и вдруг из нее выпали эти розовые комочки. То есть, как вообще мозг ее должен понять, что это не еда, это не что-то опасное, это надо вылизывать, кормить, охранять, заботиться. То есть, насколько вообще все должно измениться. Мгновенно вообще. Вот, ну, то есть, поэтому, собственно, при первых родах часто бывают проблемы, сложно переформатировать. Поэтому очень важен предварительный предыдущий контакт с детенышами. То есть, если животные живут в стае, то подростки очень часто допускаются к младенцам, чтобы уже предварительно все эти нейросети немножко так настроились. Чтобы тот же самый образ младенца, его запах как-то так вошел в мозг, и как бы материнское родительское поведение уже было ближе к реализации. Вот, и та же самая человеческая игра в куклы, она, судя по всему, преследует такую же цель. И более того, если крысиным подросткам давать муляжи младенцев, крысиных, они их носят, выбизывают, причем не важно, даже самцы и самки. Пока крыса беременна, материнское поведение не запускается. Еще рано растрачивать свои силы и, например, приставать к мамашам, у которых детеныши, да, вы будете ей только мешать и запускать ей агрессию. Вот поэтому при беременности, при беременности, через обонятельные луковицы у крыс идет избегание детенышей. Но в тот момент, когда уже пошли роды, и пошел прежде всего окситоцин, он же, да, отвечает за сокращение матки и за вот как бы сам-то процесс рождения. Вот, вот в этот момент на фоне окситоцина и пролактина, который всю беременность нарастал, передний гипоталамус очень ярко включается, блокирует вот работу обонятельных луковиц. И в тот момент, когда еще присоединяются стимулы детенышей, то есть их запах, их писк, да, прикосновения, вот, визуальные образы, вот в этот момент уже передний гипоталамус окончательно берет на себя управление. И, собственно, через таламус, через лобную кору запускает поведение, связанное, ну, опять же, там, с уходом, защитой, грумингом, кормлением и так далее, и так далее. Соответственно, медиаторы, которые вот поддерживают такое активное состояние, это прежде всего дофамин, а вот, например, опиоиды, это медиаторы, которые мешают, ну, вернее, не то, что мешают, скажем так, ограничивают родительское поведение. Потому что, опять же, важна середина золотая. Если ваше родительское поведение слишком манифестировано, это уже нехорошо и для вас, и для детеныша. И в конце концов, слишком тревожная крыса, или там, кошка может затаскать своих котят, и как бы такое, что же бывает. Вот поэтому важно ставить границы с двух сторон. И вот дофамин, он работает в сторону активации, а опиоиды работают в сторону разумного подтормаживания. Но это, опять же, в норме. А если что-то идет не так, то тогда на основе этих же медиаторных систем могут возникать, ну, какие-то патологи. Окситоцин, пролактин – это гормоны, связанные с работой гипоталамуса и, собственно, гипофиза. Окситоцин выделяется задней долей гипофиза, а сами окситоциновые нейроны, они сидят в гипоталамусе, и их аксоны дотягиваются до задней доли гипофиза. Ну, и, соответственно, идет выброс. А пролактин, он выделяется из передней доли гипофиза по команде, соответственно, опять-таки, гипоталамуса. Ну, и, конечно, окситоцин очень важен для самого процесса родов. А кроме того, и окситоцин, и пролактин важны для процесса кормления. Потому что пролактин, собственно, запускает работу молочной железы, ну, то есть в течение всей беременности он трансформирует молочную железу в первой беременности, так, чтобы стала возможна лактация. А потом от пролактина, собственно, зависит количество вырабатываемого молока. А от окситоцина зависит сокращение протоков молочных желез, то есть выброс молока. И они, собственно, вместе и функционируют. И в тот момент, когда ребенок начинает сосать материнскую грудь и механически стимулирует сосок, а вот тут показано, как идет сосание, это же важнейший рефлекс, то есть все это должно работать сразу, продолговатый мозг, мозг, вкусовые рецепторы, тройничный нерв, подъязычный нерв, все это запускает этот сосательный механизм. В этот момент механическая стимуляция соска, сигналы от нее поступают в гипоталамус мамы и усиливают выделение и окситоцина, и пролактина. И окситоцин, пролактин, как эндокринные факторы усиливают лактацию, но кроме того, как нейромедиатурные факторы, они усиливают родительское поведение, вызывают положительные эмоции. Ну и действительно возникает такая система с положительной обратной связью, когда и сам процесс доставляет удовольствие, и расслабление, иногда совсем эйфорию. И, собственно, это очень важно, потому что кормить надо долго, кормить надо регулярно, и посреди ночи, и если все это идет на негативе, то, конечно, ничего хорошего не получится. Поэтому здесь, собственно, значение окситоцина, пролактина, оно очень велико. Ну и, собственно, вроде на картинке женщина, но такие же механизмы работают и в мужском мозге. И просто наблюдение за младенцем вызывает усиление выброса и окситоцина, и пролактина, и в мужском тоже организме. И, опять-таки, активируется передний гипоталамус, то есть все это подтверждается прямыми методами, когда 20 минут смотришь на младенца, и уже в твоей крови становится больше окситоцина, хотя ты вроде не женщина, или там больше пролактина. Соответственно, пролактин, и это белок, белковая молекула, которая имеет сложную историю, и, собственно, с того момента, когда появляются хоть какие-то элементы родительской заботы, пролактиноподобные гормоны, они, собственно, присутствуют. Например, они уже есть у рыб. И ведь есть рыбы, которые не просто выметывают икру в окружающую среду, они там делают какие-то гнездышки, а некоторые даже охраняют икру, а некоторые даже охраняют это, как бы, пасут мальков, теляты, например. Как интересно, пролактин у рыб. Да, пролактин у рыб, ну и, собственно, вот есть наш классический объект, на котором наши ихтеологи работают, колюшка, такая маленькая рыбка. Там же самец делает такое гнездышко, загоняет туда самок, потом, значит, охраняет икру, и вот этой маленькой рыбке, да, есть пролактин, и прямо вот видно, как он завязан с этим поведением заботы, да. Гнездованием. И, соответственно, в тех случаях, когда родительская забота так или иначе проявляется, мы видим это и у амфибий, и у рептилий, ну а у теплокровных, у птиц и млекопитающих, это, конечно, в очень явной форме. Вот, и, соответственно, ну не знаю, там, у какой-нибудь курицы, да, этот пролактин тоже работает, вот, и даже там, не знаю, у петуха тоже работает, если как следует простимулировать ему передний гипоталамус, то можно добиться того, что он там выпихнет курицу из гнезда и реально сядет высиживать яйца, да. То, чего он обычно не делает, но, в принципе, можно, так сказать, добиться того, что его нейросеть все-таки будет активирована. Вот, ну а есть, например, такие птицы, у которых все наоборот, когда вот самки складывают яйца и говорят, пока, и самец садится и высиживает у страусов, например, или есть такие кулики, где, собственно, самки дерутся и потом складывают самцу все в одну кучу. Природа в этом смысле очень разнообразна, вот, ну и, соответственно, у млекопитающих это очень мощно выражено, потому что млекопитающие, молочная железа, здесь, как бы, еще добавляется питание детеныша, вот, хотя, кстати, похожие механизмы есть на самых разных уровнях эволюции. Вот, недавно показано, что есть виды рыб, которые, помимо обычной икры, выметывают еще икру неоплодотворенную и кормят ей мальков, да. Вот, или там у голубей вырабатывается внутри зоба что-то похожее на молоко, чем они кормят детеныша. То есть, что-то только не бывает. Или там у акул вообще что-то вроде плаценты обнаружено. Ну, в общем, природа в этом смысле пробует на разных уровнях эволюции самые разные пути. И то, что мы считаем порой очень совершенным, присущим человеку, встречается у наших соседей по планете. И, как бы, здесь вот какой-то такой избыточный антропоцентризм, он совершенно не уместен. Ну, соответственно, система эта должна работать. Если она плохо работает, то возникают проявления материнской депрессии. И если слишком активно, то, соответственно, избыточные проявления материнской мотивации. Ну, и тут есть отдельные проблемы, связанные с ситуацией, когда, скажем, опухоль гипофиза, передняя доля гипофиза. И тогда пролактин может выделяться уже вне связи с беременностью, с кормлением. Вот, возникает гиперпролактинемия, и здесь, собственно, тогда масса проблем. Потому что высокая концентрация пролактина, она, в свою очередь, подавляет овуляцию. Ну, и, как бы, вот. И здесь интересен момент, опять же, дофаминовый, функционирование дофамина. Дофамин – очень неоднозначная молекула. И вот я о ней только что говорил в связи с потребностью и с тегментальной областью среднего мозга и положительными эмоциями. Так действительно и работает. То есть, аксоны из среднего мозга идут в нуклеус оккумбенс и запускают положительные эмоции по ходу материнского поведения. Но внутри гипоталамуса есть дофаминовые нейроны, которые тормозят выделение пролактина. И это совершенно отдельная функция дофамина, очень маленькая, очень конкретная, внутри гипоталамическая. И не имеющая отношения к положительным эмоциям. Но проблема в том, что когда мы вводим системные препараты, мы действуем и на тот дофамин, который активирует материнское поведение, и на тот дофамин, который тормозит выделение пролактина. Поэтому получается очень непростая система с точки зрения… Да, природа еще и экономна, она одно и то же вещество может на разные цели пускаться. Да, иногда в разных местах мозга одна и та же молекула выполняет противоположные функции. Тут вот такая хитрость для нас. Поэтому получается, что, например, для того, чтобы подавлять выделение пролактина, используются такие вещества, как бромокриптин, то есть агониз дофамина, и он дается в такой дозе, чтобы повлиять именно на гипоталамус. Ну а уж там какие будут другие эффекты, тут уж как пойдет. Ну обычно все-таки вот эта доза, которая… Ну ее подбирают на сколько язву. Да, подбирают, чтобы не было эффектов на психическую сферу, а в основном на выделение пролактина. Ну это вот как раз несколько статей, посвященных биперенталке. То есть оба родителя, оба родителя заботятся о детенышах. Да, и собственно в мужском мозге все это действительно работает. Ну есть такое довольно известное исследование в Индонезии. Оно выполнено там, значит, юношам 18 лет мерили, сколько у них крови пролактина, а потом вернулись к ним через 10 лет, чтобы посмотреть, сколько у них там детей-то завелось. И оказалось, что те, у кого было много пролактина в 18 лет, у них действительно больше детей. То есть статистически значимо. Но жизнь, она же сложнее, чем наши схемы. И некоторые из юношей, у которых в 18 лет было мало пролактина, у них все равно много детей. Ну жизнь так сложилась. Так вот если у них все-таки все равно много детей, то в 28 лет у них крови много пролактина. То есть несмотря на то, что у тебя 18 было мало, взаимодействие с этими детенышами все равно все выравнивает. Да, и благодаря прежде всего сенсорным сигналам, да, мужской организм, там соски-то мало кто стимулирует, да. Вот, значит, соответственно мужской организм все равно нарабатывает пролактин и поднимает родительскую мотивацию. То есть еще раз, эта система настолько важна, настолько базовая, что даже если где-то там чего-то не сработало, другие компоненты могут скомпенсировать. И это правильно, и это очень важно. Второй гормон, который здесь очень мощно работает, это окситоцин. И окситоцин сейчас очень активно исследуется, именно даже вот не как гормон, а как медиатор. Вещество, которое вообще связано с самой разной привязанностью. Все-таки пролактин, он очень специфично ориентирован, достаточно специфично на родительское поведение. А окситоцин, это самая разная привязанность социальная, зоосоциальная. То есть это и взаимоотношения партнеров внутри семьи, да, там самец-самка, мужчина-женщина, любовь, привязанность. Это и материнско-детское взаимодействие, это как бы дружба особей внутри стаи, внутри семейные какие-то. В общем, любая привязанность, да, дружба, любовь к своим. И одновременно, соответственно, окситоцин усиливает порой агрессию к чужим. То есть это вот такой вот… То есть сипсы даже, братья-сёстры. Да, да, и даже члены стаи, даже члены стаи. Ну, собственно, если это серьёзная устойчивая стая, а приматы, они именно к такой ситуации относятся, то там вот выделение окситоцина, любое такое взаимодействие дружеское, да, оно усиливает окситоцин. То есть если два человека обнялись или даже просто пожали так, прочувствовало друг другу руки, уже выделяется окситоцин. Поэтому, собственно, сейчас обсуждается довольно активное использование окситоцина и его аналогов для коррекции, нарушений вот такого социального поведения, ну, например, даже аутизма. Сам по себе окситоцин, он гораздо проще, чем пролактин. То есть пролактин, там 200 аминокислот, и работать с такими молекулами тяжело, и они дороги, как лекарство. А здесь 9 аминокислот, то есть гораздо более простая молекула, и сейчас возникают её синтетические аналоги, которые даже при интерназальном введении работают, что, конечно, очень интересно с точки зрения возможного клинического применения. Ну, и в сети существуют прям целые, так сказать, форумы, посвящённые обсуждению окситоцина и даже вот видите, ювелиры. Да, декламина окситоцина самая популярная очень сейчас, я видела, что в сети активно рекламируется. Любой, близость. Тут недавно даже прислали статью, английская статья, о том, что если люди совместно выпивают много алкоголя, то выделяется окситоцин, и с утра лицо собутыльника кажется вам гораздо более близким и симпатичным. И там окситоцин работает. Ну, и вот отдельная такая очень специфическая сфера – бабушки и дедушки. То есть, на самом деле, родительское поведение распространяется не только на своих детей, но и на генетически родственных. Ну, а на самом деле в обезьянных стаях часто вообще все заботятся обо всех детёнышах, но сам институт бабушек, ну, насчёт дедушек тут, конечно, сложнее, а вот институт бабушек, он для высших млекопитающих чётко показан. Но только вот для самых-самых таких, скажем, для слонов, для дельфинов, косаток. То есть, на самом деле, это, видимо, такая отдельная адаптация, которая позволяет уже, как бы, пожилой самке не рожать до самого конца, а в какой-то момент природа говорит. Ну, вот вроде как эволюция для этого и климакс придумала. Уже хватит, да. Их о внуках заботится. Да, и давай даже, ну, заботиться о внуках, но прежде всего своей заботой и поведением показывай матерям молодым и неопытным, как это правильно делать. Вот, поскольку, опять же... То есть, освобождает их, как бы, для вот этой, для этой миссии. Скорее, да, освобождает бабушек. Нет, бабушек освобождает для этой миссии. Да, да, и идёт обучение на фоне, или там, на основе подражания, и это очень важно, ну, тут вот был фильм BBC про слонов как раз, да, и там, значит, слонёнок упал в канаву, и мамка, значит, тянет его за хобот, и того, гляди, хобот оторвёт, да, подбегает бабушка, значит, отпихивает её, и хоботом под животик так аккуратно, а мамаша так смотрит, да, учится, учится. Вот, это очень такая важная сфера, и положительных эмоций не меньше. Ну, это было про гормоны, теперь про сенсорные сигналы. То есть, детёныш вызывает у нас привязанность и положительные эмоции, ещё и благодаря своим вот визуальным характеристикам звуковым, пропорциям, отчасти обонятельным. Вот, и, соответственно, те звуки, которые издаёт ребёнок, и его внешний облик, то, что называется baby shape, вот, это всё ловится нашей зрительной системой, слуховой системой, причём ловится врождённо, то есть, тут даже особого обучения не нужно. Это очень важная видоспецифическая информация. То есть, тоже эволюционная такая работа. Да, конечно, конечно, и, конечно, каждый биологический вид, или, скажем, группа видов, да, они вот адаптированы, естественно, под свой образ детёныша. И ясно, что там у мамы-крокодилицы, да, другой образ детёныша, чем у нас, или там мамы-сороки. Вот, а здесь вот для млекопитающих, да, собственно, и для птиц многих, характерно то, что у детёныша, естественно, большая голова, большой лоб, большие глаза, вся такая округлость, пушистость. Всё, вот этот вот детский образ, он, конечно, очень значим, и попадает в наш родительский мозг, в наш передний гипоталамус, совершенно неотвратимо. Вот, и плюс специфические звуки. То есть, вот у каждого вида есть вот этот призыв, который обращён к взрослому. То есть, детёныши обязаны так выглядеть и издавать такие звуки, чтобы запускать заботу о себе. Это всё, опять же, вот эта вот система с положительной обратной связью, ну, иначе просто не будет работать. И не удастся организовать вот эту родительскую заботу с такой интенсивностью. Да. Производители мягких игрушек или всяческих мультиков, они интуитивно, а сейчас уже даже и не интуитивно, потому что в учебниках по рекламе это всё прописано. Они поймали, да. Используют этот baby shape для того, чтобы вызывать у нас симпатию. Увеление. Ну, и продавать там разные товары и всё такое прочее. Вот, то есть, очень активно детский образ используется в рекламе. То есть, маркетологи показали, что достаточно просто повесить плакат с улыбающимся младенцем, и продажи уже возрастают. Неважно, продаете вы там автомобильные покрышки даже, всё равно продажи возрастут, потому что взрослый мозг расслабляется, возникают положительные эмоции. Ну, а уж если вы продаете прямо специфический детский товар, тут сам Бог велел, и детские товары – это огромная часть рынка, и вот это всё лучшее детям, да, это же как бы сидит в нашем мозге намертво. Ну, и понятно, что мы готовы на всё для того, чтобы вот деточка не плакала и была счастлива, и всё такое. И это используется не только для продажи товаров, связанных с детьми, и для вызова, скажем так, положительных эмоций. Это очень активно используется в социальной рекламе. То есть реклама, которая не направлена на то, чтобы нам что-то продать, а наоборот, чтобы нас отвратить от каких-то действий. И, в общем, это тоже очень действенно, и хочется защищать, и всё такое прочее. Жестковато, конечно, но, в принципе, работает и допускается. Ну, собственно, про дофамин. Про дофамин я уже сказал. То есть, действительно, получается, с дофамином система достаточно сложная. То есть тот дофамин, который из среднего мозга, он активирует материнское поведение и даёт положительные эмоции. И если его маловато, то это предпосылка к материнской депрессии. Если его слишком много, это может привести к гиперактивации родительского поведения и к каким-то таким маниакальным изменениям, когда действительно слишком выражено именно это поведение. А так, конечно, дофамин – ключевой медиатор положительных эмоций. И в лекции о медиаторах я рассказывал о том, что с ним связано удовольствие от движений, удовольствие от новизны. Ну и, кстати, оба эти фактора, они вплетены и в родительское поведение. Потому что когда вы играете с ребёнком, или когда вы видите, как «А, вот он сказал новое слово, у него появилось новое движение, новый навык», это ещё и эту нашу сферу цепляет. И это, конечно, всё очень значимо и приносит массу положительных эмоций. Но гиперопека родительская, она, конечно, не полезна, и тут держать себя в узде бывает непросто. Я всегда вспоминаю украинскую поговорку по этому поводу, что это за мать, которая дитё до пенсии не докормила. Оттащить маму, а тем более от единственного ребёнка, бывает крайне непросто. И гиперопека – это отдельная проблема. Но, кстати, вот этот разрыв отношений детско-родительских, когда мозг говорит, «Так, всё, ребёнок вырос, уже пора его отпустить на волю», он порой очень непросто происходит. Вот у тех же птиц, например, там у них всё почётче. Там как только детённые шеи оперились, так подпихнул и летит дальше сам дорогой. Хотя тоже не у всех видов есть. Но здесь мамам что, опиоидов подкидывать, что ли, подмешивать в еду? Ну, здесь мама всё-таки мы разумные существа. Хотелось бы обходиться без фарматологии, потому что более без опиоидов. Но порой всё-таки это бывает. И бывают действительно психозы материнские, вплоть до похищения детей. Ведь периодически же бывают страшные истории, когда украли ребёнка из роддома или ещё что-то. Это вот эти сбои. Это значит, настолько образ детёныша захватил мозг какой-то конкретной женщины, что она уже готова идти на преступление и всё такое прочее. Ну и отдельные проблемы бывают при суррогатном материнстве, когда вот она родила и дальше поди, отдай. Это же всё очень-очень-очень непросто. Но гораздо более частая проблема – это материнская депрессия. То есть гиперманифестация – это, конечно, нехорошо, но такие серьёзные нарушения встречаются довольно редко. А вот материнская депрессия, или послеродовая депрессия, когда не включается с дозной интенсивностью родительское поведение, ну вы видите по статистике у 10-15% женщин. А отдельные симптомы – почти у половины. То есть всё-таки это настолько сложная сфера, что особенно при первых родах, особенно если мама молодая, и всё это как-то достаточно неожиданно случилось, вот запустить это в должной мере порой не получается. И здесь один из таких важнейших моментов, чтобы сам факт материнской депрессии осознавался, что это довольно распространённое явление. Если с тобой это случилось, то это не твоя вина, это скорее некое заболевание, патологическое состояние, синдром, который в общем довольно несложно скорректировать, как правило. Потому что, к сожалению, часто женщина чувствует, что да, эмоций положительных маловато, и что-то ребёнок и не радует, но она часто себя в этом винит, и не понимает, что в общем-то тут вина не больше, чем вина от головной боли или от поднявшегося кровяного давления. И что психотерапия, а иногда лекарственные препараты могут это всё скорректировать. Более того, это нужно делать, потому что если ты находишься в таком депрессивном состоянии, значит ты не додаёшь внимания ребёнку, и значит опять же вот эта система, она начинает скрипеть. Избоит уже у двоих. Да, и ребёнку хуже, и тебе хуже, и начинается нарастание каких-то нехороших изменений. Ну, в принципе, существуют известные факторы риска, и в частности, если мозг вообще склонен к депрессии, это как бы самый главный фактор риска, то с большой вероятностью будет проявляться и материнская депрессия. И здесь нужно быть к этому готовыми, ну и, собственно, использовать порой всё-таки антидепрессанты. Хотя, конечно, антидепрессанты плохо сочетаются с грудным скармливанием, но порой бывают ситуации, что лучше перейти на искусственное скармливание, но зато нормально заботиться о младенце, и, так сказать, бог с ним, с грудным молоком. Потому что сама по себе родительская забота, она важнее кормления. Важный довольно фактор – это так называемая гормональная абстиненция. В тот момент, когда проходят роды, довольно часто концентрация того же окситоцина резко падает, потому что сам процесс родов, там просто взрыв окситоцина. И при дефиците окситоцина можно на несколько недель, даже несколько месяцев упасть в это состояние материнской депрессии. Но есть, что называется, социальные факторы. Скажем, стресс во время беременности, низкий вес ребёнка, низкий уровень образования. И отдельную проблему, как, в общем, не очень давно показали, составляют так называемые опиоидные фрагменты казинов. То есть, вот эта опиоидная система, которая сдерживает проявление материнской мотивации, если идёт её активация с помощью вот этих самых пептидов, она может загонять мозг в состояние материнской депрессии. Ну, я немножко рассказывал, опять-таки, про опиоидную систему, когда говорил о медиаторах. То есть, опиум известен давным-давно. Основное его действующее начало – морфин. И во второй половине XX века были найдены те молекулы в нашем мозге, действия которых имитируют морфин. Это так называемые опиоидные пептиды, энкефалины, эндорфины. Ну, и они регулируют боль, и во многом регулируют положительные эмоции в разных сферах. Но вот в случае материнского поведения они выполняют такую ограничивающую функцию. А дальше, собственно, оказывается, что? Оказывается, что в молоке важным компонентом являются белки, которые называются казеины. И в материнском молоке, в смысле в человеческом, Homo sapiens, и в молоке разных млекопитающих, ну, мы в основном используем коровье молоко, но в козьем молоке тоже самое. А там, внутри казеинов, есть опиоидоподобные фрагменты. В свое время, когда их в конце 70-х обнаружили, их назвали казоморфины. И некоторое время пытались понять, а зачем они вообще нужны, и не случайно ли они там находятся. Ну, и, судя по всему, они не случайно встроены внутрь этих самых казеинов. И когда идет переваривание данных белков, пептиды эти выщепляются в кишечнике новорожденного, поступают в его кровоток, влияют на мозг, и работают как такие успокаивающие факторы. То есть, небольшое количество правильных казоморфинов, это то, что нужно для нормального развития мозга. Это дает такой антистрессорный эффект, и поэтому особенно значимо для тех млекопитающих, которые рождаются сразу с открытыми глазами. То есть, вот, например, у той же крысы, или там у кролика, или у кошки, у собаки, там эти пептиды очень слабые, или их вообще нет. А вот если это корова, да, или коза. То есть, у него больше требующих может быть факторов. Ну, потому что детенышу сложнее, да. И чтобы его успокоить, корова, коза, морская свинка, ведь тоже, да, грызун, но рождается. И приматы. Потому что у нас все равно детеныш рождается с открытыми глазами, хотя и не такой развитый, как там теленок или зайчонок. Но тем не менее, и вот это антистрессорное... То есть, больше вероятности ему испугаться чего-то там. Вот. Поэтому, собственно, получается, что для детеныша правильная концентрация правильных козоморфинов, это хороший фактор. Но есть отдельная проблема. Это что вырабатывается в маминой молочной железе. И иногда при воспалении молочной железы, даже небольшом, эти козеины разрушаются прямо у мамы в организме, и тогда козоморфины поступают в мамину кровь и начинают давить материнскую мотивацию. И становятся источником материнской депрессии. Вот еще, оказывается, какая завязка. То есть, воспаление молочной железы может быть фактором материнской депрессии. И вот все эти разные тонкости, их нужно осознавать, понимать. И опять же, если у вас как-то в первые дни после родов что-то там не складывается, не надо себя винить, а надо обращаться к специалистам, вообще с пониманием относиться к этой ситуации. Потому что она очень распространена. То есть, на самом деле, часто все это встречается. Ну, это вот уже наша работа, когда, соответственно, введение этих самых бета-козоморфинов к кормящей маме, крыси, вот как раз уменьшает родительскую заботу. Она там хуже подходит детенышам, меньше их переносит и все такое прочее. И, естественно, возникла идея с помощью антагонистов эпиодных рецепторов как-то этот эффект ослабить, снять. И оказалось, что использование таких молекул, как налоксон, усиливает материнскую мотивацию. Причем в очень небольшой дозе. Даже если интраназально налоксон вводится, уже материнская мотивация лучше проявляется. Ну, и мы вот как физиологи считаем, что имеет смысл расширить применение налоксона вот в эту сферу. Ну, у нас по осени в МГУ была конференция, связанная с мозгом, психиатрией. И там я вот как раз, опять же, уже перед такой аудиторией из неврологов и психиатров все это рассказывал более детально. Конечно, это очень сложно на техническом уровне, на формальном уровне. То есть, получается, что, по сути, налоксон предлагается использовать как такой своеобразный антидепрессант. Но мне кажется, здесь есть свои перспективы. Тем более, это даже не инъекция, а интраназальное введение. А налоксон, как лекарственный препарат, он, конечно, хорошо известен. Но он ассоциируется только как заместительная терапия. С наркотической зависимостью. А на самом деле есть куча всяких других интересных вариантов. В том числе, возможно, специфические эффекты при материнской депрессии. При материнской депрессии. Вот она, сама молекула новоксона. Ну и, собственно, в заключительную часть нашей беседы я хотел немножко поговорить во втором участнике процесса о детеныше. То есть, точно так же, как есть материнское поведение, есть детское поведение, притяжение ребенка к матери. Вот это infant mother attachment. Это, собственно, про это. Ну и данная сфера, она исследована, на самом деле, меньше. То есть, работ физиологических, касающихся того, какие отделы обеспечивают родительскую заботу, их больше, чем работ по детской привязанности. Но, тем не менее, работы есть. И всерьез все началось с Гарри Харлоу, который вот еще в середине 20 века провел, в общем, сейчас уже ставший классическими экспериментами. Ну да, это вот срежение, да, такое-то? Да, обезьяниевый детеныша, у которого как бы было две мамы. Одна это такая пушистая кукла, а вторая проволочная мама, но зато здесь еда. И оказалось, что еда едой, а вот этот вот физический контакт с чем-то мягким, пушистым, да, он жутко важен. То есть, детская привязанность, это не только безопасность еда и все такое, это сам вот физический контакт. То есть, просто держаться за мамин палец, или там за папин, это классно, да, это дает положительные эмоции, и это важнейший компонент нормального развития, созревания мозга, отсутствие защиты от стресса, ну, в общем, очень важная сфера, с которой, опять же, бывают разные проблемы. Значит, ну, соответственно, детеныш, его передний гипоталамус реагирует на родителя, как на вот такой желанный объект, и, соответственно, дальше запускается детское поведение, поведение, скажем, следования, подражания, или вот то, что называется призывные крики, да, вот кому, собственно, плачем, а маме плачем, да, то есть, как бы, отойди, я не тебе плачу, я маме плачу. Потому что все это, опять же, собирает маму и ребенка в единую систему, и позволяет ребенку надежно себя ощущать, так сказать, в этом мире. Психологи, для того, чтобы изучать детскую привязанность, придумали свои собственные тесты, ну, и классиком в этой сфере является Мэри Эйнсворт, вот, ею была придумана такая вот методика, когда приходит мама с ребеночком в некую комнату, где игрушки, и дальше они сидят, ну, ребенку, скажем, там, год с небольшим, да, вот он там немножко ходит, немножко ползает, вот, мама особо так с ребенком не взаимодействует, ребенок чувствует, что мама рядышком, немножко играет, потом приходит чужая тетя, садится, и пару минут, опять же, там, что-то такое делать. А дальше мама встает и выходит. И вот психолог смотрит, как ребенок реагирует на уход мамы, а потом на возвращение ее через несколько минут. То есть, насколько ребенок был уверен в том, что мама вернется, насколько много положительных, отрицательных эмоций, насколько он позитивно дальше реагирует на взаимодействие с мамой. То есть, дальше вводится понятие, там, надежная привязанность, ненадежная привязанность. Все это очень серьезно и интересно изучается. Опять же, коррелирует, например, с исследованием аутизма. Ну, а мы, физиологи, соответственно, пытаемся аналогичные методы использовать при работе на наших любимых белых крысах. Ну, и есть технологии, которые позволяют регистрировать призывные крики крысиных детенышей. А крысиный детеныш кричит в ультразвуке где-то на 40 тысячах герц. Мы это не слышим, но можно зарегистрировать. И дальше, если это совсем младенец, то это, скажем, присасывание к маминому соску, время контакта с мамой. А если это детеныш побольше, ну, скажем, крысиные детеныши, у них глаза открываются где-то в две недели. То есть, до этого они эквивалентны человеческому детенышу, который еще не ползает и не ходит. А дальше глаза открываются, и уже к 20-25 дням это довольно бодрое существо, соответствующее где-то 5-7-летнему ребенку. Вот на этом уровне можно смотреть на детскую привязанность, скажем, запуская крысенка бегать по лабиринту, где в одном из отсеков там за решеточкой сидит мама. И вот насколько долго он рядом с мамой находится, интересен ли ему весь остальной лабиринт. То есть, он уже самостоятельный детеныш, насколько он самостоятельный. Потому что, скажем, при той же самой симптоматике аутизма, а есть модель аутизма на крысах, крысенок будет рядом с мамой сидеть. То есть, для него стремление к новизне менее выражено. И если в соседний отсек посадить там чужую крысу, пусть это тоже будет кормящая самка, он к ней уже не будет подходить. Или, по крайней мере, гораздо меньше подходит, чем детеныш без нарушений. То есть, все это можно изучать. Ну, вот для совсем маленьких детенышей мы просто вводим маме снотворное и смотрим, как детеныш ее там оползает, насколько долго, насколько быстро все происходит, как он присасывается к соску. Ну, в общем, все это можно изучать, исследовать, тестировать вклад различных отделов мозга. Ну, и что интересно, хотя, в принципе, ожидаемо, это примерно те же самые отделы, что и связаны с материнским поведением. То есть, две эти системы очень мощно запараллелены. И опять же мы видим передний гипоталамус, нуклеус оккумбенс, вентральную и тигментальную область, дофамин. Но, кроме того, здесь еще явно работают компоненты, связанные с оборонительным поведением. То есть, все-таки мама, что называется, островок безопасности. Поэтому здесь еще активно работает голубое пятно, то есть, ключевая норадреналиновая зона нашего мозга. Ну, и для крыс очень важна, конечно, обонятельная луковица, потому что вот эти сигналы о опасности или, наоборот, о безопасности, они во многом идут через обонятельную систему. Через обонятельную систему. Вот. Ну, и, соответственно, если мы смотрим на человеческий вариант, здесь обоняние находится, конечно, в роли золушки, но, тем не менее, обонятельная настройка ребенка на маму, она тоже, судя по всему, существует. И здесь есть компоненты, связанные с иммунной системой, со спецификой работы обоняния, потому что, в общем-то, обоняние оказалось неожиданно сложным, да, таким блоком нашего мозга. И там целый ряд специфических обонятельных сигналов включает в себе как бы обломки MHC-белков, то есть, белков главного комплекса гистосовместимости. И дальше оказывается, что на уровне обоняния, судя по всему, по крайней мере, часть матерей, часть родителей чувствуют, что это мой детеныш. И это очень важный фактор. И недавно мне попадалась работа, где проблемы при усыновлении младенцев связывают с тем, что обонятельная система мамы не принимает именно этого ребенка. Вы представляете, это далеко не всегда происходит, но есть понятие постусыновительной депрессии, когда женщина изо всех сил хватит. Ну, усыновить у нас особенно в стране же непросто. Надо приложить усилие. Да, и вот вам дали наконец-то этого младенца, вы его обнимаете, а ваш мозг говорит, нет. Представляете, какая трагедия и как все это. И опять оказывается, что часть этих случаев связана вот с обонянием. И действительно, это неожиданно. И это только начинает сейчас исследоваться. Это ситуация, где стыкуется, получается, эндокринная система, нервная, иммунная система, обоняние. Все это, конечно, очень непросто. Хотя, конечно, опять же, по-хорошему, какие-то такие углы должны этой системой обходиться, потому что в конечном итоге мама, детеныш, эта система должна работать. И так же, как, скажем, мозг родителя узнает младенца, так же младенец узнает родителя. То есть, наш мозг так запрограммирован, что схема лица человеческого, зрение младенца, узнается врожденно. То есть, вот этот носик, ротик, оборотик, вот эту схему мозг человека детектирует прямо сразу. Хотя у младенца еще очень плохое зрение, там и все такое прочее. Тем не менее, это работает. Ну и подобные же эксперименты делаются на животных, когда, собственно, для самых разных видов животных показывается, ищется, а что такое в образе родителя является ключевым фактором, на который реагирует мозг младенца. Ну и здесь вот для примера классические эксперименты еще Николаса Тинбергена, еще первой половины 20 века, когда, скажем, показано, что птенец чайки, он не в целом на маму чайку реагирует, на кончик клюва, на вот это вот что-то красно-белое, и оказывается, можно просто показывать эту палочку и покачивать, и уже у птенца возникает его детская реакция, открывание. Дурачок. Маленький мозг не может мир воспринимать во всей сложности, важен какой-то фактор. И вот так вот это работает. Но работает, потому что дальше он пищит, и родительское сердце уже откликается. Очень важным моментом здесь является то, что называют импринтингом. Но в случае человека, психологи предпочитают использовать понятие импринсинга. То есть такой ранней детской памяти, когда запечатлевается и образ родителя, ну и это работает и в обратном направлении, то есть точно так же родительский мозг запечатлевает образ детеныша. Для многих животных показано, что запоминается как раз специфический запах, и это особенно характерно для млекопитающих, потому что у нас вот эти белки МХС, они ведь индивидуальны, у каждого из нас идет... То есть это же индивидуальная молекулярная метка. Те самые белки, которые задают несовместимость органов при пересадке. Да, конечно. И вот эти белки, выходя на поверхность через потовые железы, их обломочки, они создают наш индивидуальный запах. Поэтому там собака может идти по следу и узнавать конкретного человека и все такое прочее. Кстати, у нас недавно был доклад, кинологи из таких мест, где специально тренируют таких служебно-развестных собак, там провели какой эксперимент, брали пот человека и брали кровь человека. И оказывается собачий нос, понюхав, что называется, потожировые отложения, через полгода узнает запах крови того же человека. То есть собака, профессионально разыскная, а то, что помнит, ей все равно, это потожировые или это кровь, потому что и там, и там одинаковые МЩСи. И вот эти самые белки главного комплекса гистосовместимости, они создают индивидуальный запах, на который настраивается и мозг родителя, и мозг детеныша. Это очень важно, например, для копытных. Для нас, конечно, очень важен зрительный облик. Где-то важен голос. Ну, скажем, для всяких птиц, которые живут большими колониями, там прежде всего идет реакция на голос мамы чайки, или там мамы пингвина. И для тех же самых птиц показано, что птенец запоминает голос мамы, еще даже когда не родился. Он еще в яйце, а он уже запоминает. И если там записать на магнитофон, и дальше птенец, скажем, к рачке или чайке вылупился, и вы включили запись, птенец бежит к магнитофону, и под него залезает, типа, ну вот такая мама. А голос-то ее, значит, надо реагировать. Соответственно, в этой системе, системе детской привязанности, опиоиды работают в плюс. И те же самые бета-казоморфины, если они в правильной концентрации, и как бы правильная молекула, скажем, именно человеческий казоморфин, если это человеческий детеныш, вызывает активацию детского поведения. Ну и мы в своих экспериментах на крысятах показывали, что введение бета-казоморфинов делает детеныша более зависимого от мамы. Зависимым он больше находится времени с ней в контакте. То есть идет активация, соответственно, детского поведения. А вот это работы наших коллег. Это Наталья Кост и Олег Соколов. Это сотрудники Центра психического здоровья. Уже достаточно давно, в 2009 году, у них в Пептайц вышла статья, которая сейчас набрала уже очень много цитирований. Это статья о вкладе бета-казоморфинов в психомоторное развитие младенца. Что оказалось? Оказалось, что нужна оптимальная концентрация именно правильных казоморфинов. То есть вот левый график, он показывает, что если, соответственно, в крови у младенца достаточно много человеческих казоморфинов, выщепленных из бета-казеина молока женщины, то психомоторное развитие идет, скажем так, оптимальным образом. И здесь, соответственно, тестируются баллы этого самого психомоторного развития. Ну, там есть специальная шкала, педиатры вообще в курсе. Если этих самых бета-казоморфинов не хватает, а не хватает, ну, например, если ребенок находится на искусственном вскармливании, то тогда возможны задержки психомоторного развития. Ну, они как бы не такие драматичные, но тем не менее, в составе молока, в составе казеинов существуют регуляторные пептиды. Вот в свое время это было такой свежей, достаточно новой идеей, что молоко – это не только еда, не только энергии и строительный материал, а там есть еще регуляторные кусочки, которые помогают настраивать работу желудочно-кишечного тракта, иммунной системы, нервной системы. И по-хорошему, если мы используем заменители молока, то надо бы контролировать в них содержание этих пептидных молекул и по-хорошему бы добавлять эти молекулы до некого золотого стандарта. Но это только половина истории, потому что, кроме этого, они посмотрели на бета-казоморфины коровьего молока. То есть, соответственно, если ребенок находится на заменителях молока, и в них довольно много этих самых бета-казеинов коровьих, из них выщепляются коровьи бета-казоморфины, а у них немножко другая первичная структура. Там больше пролинов, и они более прочные, и у них более мощные опиоидные свойства. И в этом случае опиоидная система слишком активирована, и оказывается, тоже идет не на пользу. То есть, соответственно, получается, что задержка психомоторного развития формируется в том случае, если слишком много казоморфинов бычьего молока, коровьего молока. Поэтому возникает проблема, связанная с тем, что нужно очень осмысленно формировать эти самые заменители молока. Но ситуация на самом деле непростая, потому что эти заменители, если вы не используете казеины коровьего молока, вы используете альбумины. Там вот этих опиоидных фрагментов нет. Но тогда вы вообще лишаетесь опиоидных фрагментов. Поэтому нужно как-то очень тонко здесь балансировать. И я думаю, что те, кто занимается диетологией, детским питанием, они с этим еще должны разбираться. Но мы в свое время предлагали добавлять вот эти фрагменты, связанные с бета-казоморфинами человеческого молока. Но оказалось, что это очень непросто, потому что если вы предлагаете синтетические фрагменты, а их гораздо проще синтезировать, чем выделять из женского молока, то это уже получается как лекарственный препарат нужно проводить через все испытания. И никто это делать не будет. Значит, все, в общем, тут на самом деле непросто. И ситуация усугубляется вот какой штукой. Дело в том, что оказывается, что даже в случае коровьего молока, эти самые казеины, они разные. То есть бета-казеины. И существуют А1-бета-казеины и А2-бета-казеины. Ну, чаще А1, они характерны для коров таких черно-белых, а А2 для скорее рыжих коров. Ну, это такая не абсолютная связка, но тем не менее. И вот те, которые А1, из них как раз опиоидных фрагментов выщепляется больше. И получается, что вот как раз задержку психомоторного развития в данном случае можно получить за счет этих самых бета-казеинов А1 молока с гораздо большей вероятностью. И все это, опять же, очень такая серьезная, непростая сфера. И сейчас вопрос о А1, А2-казеинах, он весьма так активно обсуждается. Хотя все непросто. Дело в том, что вот географически на нашей планете коровы А1 и А2, они как бы по-разному в разных местах встречаются. И, например, в России чаще А1, а, например, где-нибудь в Индии чаще А2. Получается, что те, кто говорят, что А2 явно полезнее, они, по сути, предлагают замену стад. И на самом деле в этом есть очень серьезный смысл, потому что, если так... Мне кажется, что это даже не очень сложно, просто есть инерция, есть конкретные производители молочных продуктов. Дело вот еще в чем. Вот эти самые казеины, которые А1, когда из них выщепляется много опиоидоподобных пептидов, эти пептиды ведь не обязательно прорезают в кровь. Ну, вернее, прорезают в кровь они только у совсем младенцев или у людей, что называется, с повышенной проницаемостью кишечника. Но даже у обычного человека, благодаря вот такой специфике первичной структуры А1-казеина, в кишечнике будут образовываться опиоидоподобные пептиды. И тогда они, не попадая в кровь, будут просто влиять на моторику кишечника. А снижение моторики кишечника, опиоиды давят моторику кишечника, будет приводить к проблемам с пищеварением. И вот появились работы китайских исследователей, а в Китае непереносимость молока очень серьёзная проблема. Появились работы, которые говорят о том, что непереносимость молока, которую обычно связывают с лактозой, на самом деле часть этих вариантов непереносимости связана с тем, что люди пьют А1 молоко, выщепляются опиоидные фрагменты, тормозят моторику и как бы дискомфорт. И дело скорее не в лактозе, а в том, что нужны другие казеины. Поэтому всё это очень интересно, непросто, но вот проблема А1-А2 казеинов, она существует. И если, ну по сути её надо подробнее исследовать, но мне кажется достаточно много уже данных о том, что к этой проблеме нужно относиться всерьёз. Ну по крайней мере вот в Новой Зеландии, в Австралии, а именно Новой Зеландия вообще-то крупнейший производитель молока в мире, там эта проблема рассматривается очень серьёзно. Ну а так, в общем, мы довольно много работали вот в этой сфере, и в итоге действительно показано, что внутри казеинов, ну собственно не только мы, да, достаточно большое количество учёных в этой сфере работает, показано, что внутри казеинов есть физиологически активные пептиды, и это, конечно, действительно очень интересная, на мой взгляд, область. И есть не только опиоидоподобные фрагменты, например, внутри А1-казеинов найдены молекулы, которые активируют ГАМК-систему. И опять же, это самое успокаивающее действие, ну они названы казазепины. И в принципе, такое осознанное отношение к заменителям молока и добавка каких-то правильных регуляторных пептидов, всё-таки, я думаю, рано или поздно произойдёт, но тут уж как это всё будет меняться. И вот ещё раз, да, А1-казеин, и, похоже, в общем, довольно такой серьёзный фактор риска, и хорошо бы это так по-настоящему поисследовать. Вот, ну, одна из интересных идей, она, собственно, в чём состоит? Вот, кстати, эволюционных. То есть, судя по всему, более древний казеин А2, и где-то там 5-6, может быть, 8 тысяч лет назад произошла мутация, и появились вот эти, как бы, не очень хорошие А1. Но на фоне появления А1 что получилось? Ведь телята, они же тоже пьют А1. И, соответственно, находясь под действием этих самых опиоидов, их мозг такой более спокойный, если угодно, более аутичный. А для человека, который выводит породы коров, как раз это и нужно. Зачем вам умная, самостоятельная корова? Вам нужна такая глупая, послушная корова. Да, покладистая. То есть, тут вот ещё какая могла быть ловушка. То есть, всё это, в общем-то, неоднозначно. Ну и, как бы, последнее, что я хотел бы сказать в рамках сегодняшней лекции, это ещё раз выразить огромную благодарность моему учителю Игору Петровичу Ашмарину, который в своё время, собственно, сказал мне, вот есть такие пептиды молока, опиоиды подобные, надо бы с ними поработать. Ну и в итоге примерно 15-летних работ я защитил докторскую диссертацию, она как раз посвящена бета-казаморфинам, и огромное спасибо за это Игору Петровичу Ашмарину, и за идеи, и за поддержку, и как бы, ну, что называется, светлая память. Вот. Могу ещё сказать, что за эти годы при поддержке РФФИ мы, собственно, продолжали изучение пептидов молока, ну и в итоге в 2010 году и в 2014 году вышли две монографии. Одна посвящена, собственно, прям бета-казаморфинам, а вторая вот уже ориентирована на нейробиологию, нейрофармакологию материнского поведения. И если всё будет хорошо, то через год-два будет третья книжка, уже посвящённая нейробиологии, нейрофармакологии и детской привязанности, потому что мы действительно работаем с моделями аутизма на крысятах и пытаемся подобрать пептиды регуляторные, которые бы специфически корректировали именно эту проблему. Спасибо. Спасибо большое. По скриптуме я хотела вас попросить, ну не то чтобы развить, но проясните некоторые положения, которые местами мне кажутся мифами, да не только мне. Но что касается грудного и искусственного скармливания, здесь вы довольно подробно объяснили, и ясно, что там очень сложная вся система, и говорить о том, что исключительно искусственное скармливание может нарушить детско-родительскую привязанность, наверное, нельзя, да, потому что тут всё дело в молоке, в тех самых казоморфинах. Вторая часть вопроса... Нет, казоморфины ведь это только один из факторов. Поэтому нужно очень осмысленное отношение к этим самым заменителям молока. Там довольно много подводных камней. Да, с этим понятно. Всё сложнее, чем казалось. Но вот вторая часть моего вопроса, второй миф. Из вашего рассказа не очевидно, что рождение путём кесаревого сечения может каким-то образом нарушить формирование материнско-детской привязанности. Или я ошибаюсь? Или всё-таки вот эти первые какие-то часы, минуты выброса окситоцина, собственно, наверное, и так происходят, да, независимо от того, что за его иники. Самый большой выброс, конечно, идёт тогда, когда активно сокращается матка. Поэтому может так оказаться, что действительно вроде окситоцина было маловато. Но ведь это только один из факторов. Ну да. Вот. Поэтому, собственно... Второй окситоцин иногда ещё в качестве, собственно, часто в качестве стимулятора используют. Потому что если мамин задний гипоталаму, задний гипофиз, да, не доверабатывает окситоцин... Но, в принципе, есть ли различия между детьми, рождёнными кесаревым сечением и обычным путём в плане привязанности к матери? Вот я совсем упрощу вопрос. Просто до банальности... Думаю, что это нужно, конечно, к педиатрам и к психологам обращаться. Но вот... На гормональном уровне... Как физиолог, да, могу сказать, ещё раз повторить, что эта система сложна и многокомпонентна. И если какой-то из факторов как бы не дотягивает до оптимального уровня, есть масса других факторов, которые обязательно ему помогут. Вот. И поэтому, собственно... Ведь кесарево сечение, оно часто выбирается не потому, что женщине так хочется, да, Ну, потому что вот есть какие-то проблемы, вот. И, соответственно, как это... Из двух зол выбираем меньшее, и дальше всё это прекрасно компенсируется. Вот потому что... Это для успокоения матерей, которые переживают после кесарева, что они будут плохими матерями. Ну, вы, собственно, прислушаетесь к своим ощущениям, и вы поймёте, что всё прекрасно. И с каждым днём становится всё прекрасней и прекрасней, потому что мы так сделаны, что вот это постоянное общение с младенцем, оно только раскручивает, да, эту систему. И пролактина больше, и обучение помогает, и зеркальные нейроны работают, и дофамин, и положительные эмоции. Ну, могу сказать, что моей собственной дочери сейчас 10 месяцев, поэтому я сам нахожусь на довольно высоком пролактино-окситоциновом уровне и, по-моему, готов говорить о младенцах бесконечно. Они такие милые, такие чудесные. Они очень милые. Спасибо вам огромное и успехов в вашей работе. Всего доброго.